Здравствуйте! Здравствуйте, Алла! Здравствуйте! Вас беспокоит из участковой избирательной комиссии. Откройте дверь нам, пожалуйста. Спасибо! Во всех регионах Подмосковья проходят поквартирные обходы. Проводят их представители участковых избирательных комиссий. Цель – напомнить нашим жителям о предстоящих выборах президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года. Здравствуйте! Меня зовут Федорова Елена Александровна. Я член участковой избирательной комиссии 2506. Как можно к Вам обратиться? Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, скажите, пожалуйста, знаете ли Вы, что 18 марта 2018 года будут проходить выборы президента Российской Федерации? Знаю, конечно, знаю. Скажите, пожалуйста, Вы планируете принять участие в выборах? Обязательно. Скажите, пожалуйста, мне, Наталья Ивановна, Вы зарегистрированы по этому адресу? Да. Тогда хотим Вас проинформировать, что жители этого дома принимают участие в выборах по адресу улица Космонавтов, здание средней школы номер 19, бывшей гимназии. Знаем, ходили уже, знаем этот адрес. Наталья Ивановна, хотим Вас уведомить, что если вдруг 18 марта Вы не сможете находиться по месту Вашей регистрации, Вы можете подать заявление до 12 марта включительно в один из данных пунктов. Я Вам сейчас скажу. Это либо в МФЦ, либо в территориальной избирательной комиссии, либо на госуслугах, если у Вас есть зарегистрированные учетные записи. Хорошо, хорошо. Так что спасибо Вам большое, что выслушали нас. Удачи Вам, ждем Вас на выборах. Спасибо за приглашение. Спасибо, обязательно придем. Аталья Ивановна, хотим включить Вам небольшой призем. Мы осуществляем поквартирный обход, где задаем ряд вопросов жителям. То есть мы уточняем списки проживающих, зарегистрированных и не зарегистрированных по данному адресу. И если человек не зарегистрирован, то объясняем, как он сможет проголосовать именно на нашем избирательном участке в день выборов. Насколько активны наши жители? Ну, достаточно активны, то есть идут на контакт положительно. Президент – это самый главный в нашей стране. Все от него зависит. Он очень много решает. И мне не все равно жить в какой стране. У меня есть дети, есть внуки, о которых я беспокоюсь. И, конечно, желаю им самого лучшего. Я думаю, что с президентом, которого мы будем выбирать, я уже знаю, за кого я буду голосовать. Обязательно пойду и проголосую за своего президента. Представители участковых избирательных комиссий работают в жилетках. Всегда при себе бейджики с личными инициалами. Как выяснилось, раменские жители настроены доброжелательно и в большинстве своем информированы о важном политическом событии. Мы сегодня завершили последние дома. То есть 11 домов мы уже обошли. Где-то около 700 квартир мы пообщались с людьми. Люди, в принципе, все знают, да, уже с экранов телевизоров. То есть они в курсе, что будут выборы. Единственное, что не всегда все знают, где, куда, в каком именно здании находится наш участок. Этим мы и занимались, что объясняли, куда им подойти в день выбора. Алексей Гущин, Ольга Скрябина и Елизавета Скрябина. Для программы «Городские вести».